Дорожные движения Дорожные движения Дорожные движения Дорожные движения Дорожные движения Пробки Ну, опять же, наверное, какие-то посторонние темы тоже затрагиваем, которые так или иначе соприкасаются с дорогой. Это и светоотражатели, которые набирают популярность, и использование видеорегистраторов, вплоть до того, какую лучше марку использовать. Здесь каждый, наверное, находит для себя какую-то интересную новость. По словам Екатерины, администраторы не ожидали, что группа вызовет такой интерес. Страничку создавалось спонтанно, надо было срочно найти очевидцев ДТП. Но водители вдруг стали высказывать мнение по тому или иному дорожному вопросу. Вот так незаметно группа переросла в некий инструмент пропаганды безопасности дорожного движения. Как говорит Екатерина, если поначалу автолюбители больше ругались, но если, к примеру, во мнении не сойдутся, то сейчас стали уважать точку зрения друг друга и стараются вести конструктивную беседу. Сейчас все-таки как-то стали более сознательные люди и стали обсуждать конкретные ситуации. Более трезво стали смотреть на вещи. Не выкладываются видео просто из аргументированных нарушений, например. Просто так уже не хают друг друга. То есть, ну, как-то вот стараются. Видимо, может, уже привыкли, может быть, отсеялись все-таки те, которые не цензуру нам писали. Кстати, для всех участников дорожного движения проводятся интересные опросы. И самое главное, подчеркивают, администраторы получают честные ответы на вопросы. Вопросы о смене резины. Опять же, что выявляет, что многие все-таки вообще отказываются менять летнюю резину на зимнюю. Ездят ли пьяные за рулем? Ездят. Ну, а просто анонимные, поэтому все-таки. Отметим группу открытая. В нее могут вступить все желающие водители и пешеходы. О том, что обсуждали череповецкие водители в группе ДТП Череповца, будем рассказывать в программе «Мы и дорога». Ну, а на сегодня все. Увидимся во вторник.